Ну что, друзья, мы все-таки оказались на территории. Сейчас я вам покажу отделку от застройщика компании «Развитие». Велом комплексе «Южный квартал». Сегодня Евгений будет нам показывать все, рассказывать. Так, смотрите, вот видите, серый забор идет. Это вот полностью огорожена наша территория. Территория после строительства будет также огорожена и находится под видеонаблюдением. Вот мы с вами видим, что продолжается монолитная работа. То есть, выходим из земли. Первая очередь уже огорожена второй очереди. Вместе с детской площадкой она будет сдаваться в первой очереди. Вторая очередь, пятая, шестая секция. Монолитная работа закончена. Идет остекление верхних этажей, утепление фасада и отделочная работа начинаются. Седьмая, восьмая, девятая секция. Девятый этаж заливают. Это у нас четвертая очередь. В центре мы с вами увидим те две самые башни, которые располагались на комплексе. Здесь у нас будет только студия. Пятая очередь там, в конце, где кран работает желтый. Там уже вышли из земли, фундамент отстоялся, начинаем первый этаж поднимать. Ну, последний, как лаван, обустройство фундамента идет. На углу, где мы видим оранжевую зону, там будет отдельно выделенная зона барбекюр. Для передавления на открытом огне уже. Смотрите, люди будут заезжать, застройщик так пришел. Они будут заезжать, заносить медик, снесут все углы в лифтах и пересарапают стены. Опять нужно будет делать ремонт. Поэтому решили так, с первого по семнадцатый этаж полностью обрисовать плиткой. Чисто, красиво, аккуратно. Не придется делать каждый год ремонт. Мы будем смотреть однокомнатную, двухкомнатную. Правда, без мебели. Сейчас вот пока закрытая они. Так что посмотрим чистоделку. Это невра двухкомнатная. Функционаловая невра двухкомнатная. Изначально это однокомнатная квартира. И мы с вами находимся в квартире, так как вы будете получать ключи на руки. То есть в лупахах будет выделить ремонт от застройщика. На полу будет выведена. Да, это кухня-гостиная. Да, это кухня-гостиная. На полу будет выведена на фронт от 32-го класса. Обои будут делать вы покраску вблизи ледовые. Вы уже сами потом выберете, как можно их покрасить. Потолок будет затяжной и матовый. С выводами для приключения ваших светильников. Здесь сделана оклая зона кухни. А здесь уже гостиная. Почему у нее называются ерунку кухня? Потому что функционал у нее используется. Может дополнительное место спальни поставить. Будут установлены сервисы и выключатели французской фирмы универа. В подарок от застройщика будет идти одна сприт система. Постепление молокона тоже будет разделено в подарок от застройщика. Установлены телевизор, каналы, интернет и гомофоны. Везде будут радиаторы, а на время установлены с регуляторами. То есть у вас будут тепловые счетчики. Это очень здорово, потому что вы можете. Если не пользуетесь, то не нужно платить. Можете их просто выключать или регулировать. Если у нас тут такая вот 8 стоит. Если у нас тоже бывает теплая. Здесь остекление. В других вариантах однокомбранных квартир. Французский балкон. Я вам потом покажу. В этой двери такие в полу стоят и с решеточкой. Пока еще сфера позволяет. Давайте санузел посмотрим. Здесь у нас все выше сделаны для гардеробной. Для шкафа можно поставить. Санузел будет сдаваться вот так. Сейчас мы фонарики каждой включим. Коллекция Керама Марацци, коллекция Боготель. Будет полностью облицован в санузел. Только будут выводы для подключения вашей сантехники. С одной стороны розетка здесь сделана для того, чтобы подсоединить стиральную машинку. Выводы для подключения полутенцесушителя. С другой стороны розетка для фен, утюжок. То есть для таких принадлежностей. Вот так вот полностью облицованы. Душевая кабина или метр шестьдесят ванна? Да, ванна тоже можно поставить. А кривую ванну на метр шестьдесят можно поставить. Или душевую кабину. Здесь получается будет мойка. А здесь унитаз. Наша гордость, обратите внимание, царковой сборки двери. Производство ее шкала. Что значит царковая сборка? То есть они взаимозаменяемые. Если в будущем, например, вы сюда захотите поставить стекло, не меняя дверь, можно разобрать и поменять. Низ нечаянно поцарапали. То же самое. Все взаимозаменяемое. Это спальня. Здесь одиннадцать квадратных метров. Тоже видите, небольшая ниша сделана. То есть если мы попали с нами шуру, вы увидели, что здесь вставится шкаф вот так вот. Он чуть становится вглубь. И помещается спокойно дверь и кроватные тупочки. Помещается огромная кровать. И еще журнальный столик. А с той стороны вам газет подключить, а вы проходите сюда вывезти. Да, здесь лоджия. Лоджия будет, как я уже говорил, тоже застеклена в подарок от застройщика. Не все застройщики производят остекление лоджии. Мы это делаем в подарок. На полу будет плитка. Плюс ко всему лоджия утеплена со стороны улицы 10 сантиметров плитами минераловатной ровно. Потому что у нас дом энергоэффективности категории А+. Поэтому дополнительное отопление она не будет требовать. И это очень большой плюс. А нее можно эксплуатировать в любое время года. Такие квартиры остались у нас в четвертой очереди. Есть у нее огромный коридор. Вот здесь сделана гардеробная большая. Хороший санузел. Такой же. А тут диван поставить реально? Такой вопрос. Вот здесь диван поставить. Нет. Здесь больше лоджия. Угловая кухня, обеденная зона, а сюда диван. И здесь еще большая скорость. Одиционеры идут или нет? А, да. Одиционеры идут. Здесь система подорога от каждого застойщика. Посмотрим двухкомнатная с отделкой. У нас других нет. Как раз сейчас двухкомнатная глянем. Вот такая. Эркила. Здесь у нас самокзел. Здесь кухня. Действительно, у нас лучше, но лоджия едет в два раза больше. Да, здесь большая лоджия. У нас широкая. Здесь и кресло, кровать, и стол со столами станет. Вид в отбор. Большой коридор. Комната с ветром. Панорамное остекление. Пол. А, это типа зал-гостиная, да? Можно ее? Да, это зал-гостиная. Вот хотел как раз этот французский, да, получается, он как применять? Нет, это французский, но он в французском околе спальни. А здесь, наверное, как? А, вот тоже до него дойдем. Это эркер. Такую форму интересную. Получается больше. И там еще одна спалька. Нам остекление в пол. И третья комната, это спальня. Там французское окно. Болкино. Панорамное. Там, конечно, свет. Странной стену очень много. Обратите внимание на шумоизоляцию. Да, то есть там прям стройка, стройка, раз, закрылся, все. Ну, если это прислушиваться очень сильно, да? Да, это нравится прислушиваться. Ну, в обычной жизни. А вот здесь еще эхо, мебели нет. Да, мебель станет лучше. А если вы стоите, то тишина будет. Точно. Такие квартиры подешевле есть, но в следующей очереди станет. Ну да, а когда в даче следующей очереди? Первая квартала 21-го года, через 2-3 месяца. А, через 4-3 месяца. Вот это я. Значит, это не будет. Долго. Долго ждать? Да, да. Время так быстро лететь сейчас. Да, я все понимаю. Быстро лететь.